Вот и начинается новый учебный год. Дети вновь садятся за парты, чтобы получать знания и познавать новые науки. Психологи уверены, что успехи школьника во многом зависят от того, как к его учебе относятся родители. Поэтому в этом вопросе очень важен настрой ребенка. А уж какой он будет, зависит от мам и пап. Очень важно, чтобы у ребенка была мотивация к учебе. Это в первую очередь формирование цели, поддержка интереса и, конечно же, поощрение. Есть, конечно, кто в школу идти не хочет, это в более подростковом возрасте. Потому что, как таковое, лето вроде как и не кончилось. Сентябрь еще можно весь городик гулять. Вроде еще тепло, все хорошо. Настроиться надо обязательно. И поэтому первый-второй месяц не требуйте родителей от детей, там, великолепных знаний и всего прочего. Дайте прийти в норму. Даже школьная программа первый месяц предусматривает повтор предыдущего материала. Там, с 15-20% программой нового. Дайте адаптироваться к школе. Стоит сказать, что адаптация после отдыха происходит не только у детей, но и у взрослых. Это нормальное явление. Многие дети могут заболеть в начале учебного года. И это тоже отчасти защитная реакция организма. Таким образом, они сбрасывают стресс, вызванный изменениями распорядка жизни. Малышам, то есть ученикам младшего звена, в начале учебного года обычно сложнее, чем старшеклассникам. Поэтому в родительской поддержке и внимании они нуждаются больше всего. Не требуйте от ребенка безукоризненного выполнения домашних заданий. Не ругайте и не критикуйте малыша. Ему и так тяжело. Лучше потратьте совместное время на игры или поход в кино. Если дети начального звена, хорошо бы устроить 1 сентября праздник, сходить в кино, сходить в кафе, устроить дома праздник. И дальше уже потихонечку с настроем идти на занятия. Если это подростковый возраст, то в подростковом возрасте вы уже говорите более твердо. Хочешь ты не хочешь, а в школу ты идешь учиться. Ты скажи, что тебе от меня нужно, какая от меня нужна помощь, и мы справимся, я тебе помогу. Подростки также нуждаются в родительской поддержке в начале учебного года. Особенно пятиклассники, которые переходят в старшее звено. Новые учителя, новые предметы, новое расписание занятий. Ребенка нужно заинтересовать учебой, а для этого подросток должен четко понимать, для чего он ходит в школу. Можно спросить у ребенка, кем он хочет стать, когда вырастет. И тогда объяснить, что для этого ему необходимо будет хорошо разбираться в тех или иных школьных предметах. Ребенку нужно объяснить, что чем ты умнее, тем больше добиваешься в жизни, и что любые знания могут пригодиться. А еще было бы неплохо подкрепить эти слова хорошими примерами из жизни. Если ребенок переходит в среднее звено, вы можете, например, в интернете или, например, пойти купить книжку и показать те предметы, которые появятся новые. Физика, география, история. Вы можете показать самые интересные моменты. Можете рассказать сами о том, что вы считаете, может заинтересовать вашего ребенка. Тем самым вы можете показать, что в школе будет дальше интересно. И ты это попробуешь, и ты это посмотришь. И опять же, мы рядом с тобой. Мы тебе поможем, и мы вместе справимся. Не скандальте с подростками. С 10 лет, вот уже как пошел 5-6 класс, не ругайтесь, не заставляйте и не приказывайте. Как только ребенок почувствует от вас приказной тон, все. Он делает шаг назад. И в следующий раз вы будете долго до него, как говорится, будете пытаться достучаться, чтобы он на что-то с вами пошел. Точно так же здесь. Шестой класс, мы идем в шестой класс. Седьмой, мы идем в седьмой класс. Иногда мамы говорят, вот я уже все забыла, хотела бы, чтобы теперь, вот я постараюсь с тобой, все сейчас свои знания там, где-то чтобы у меня всплыли. И я вспомнила, вот есть история, есть физика. Мне в школе очень нравился такой-то, такой-то предмет. Вы потихонечку ведите позитивные разговоры, позитивные беседы и показывайте. И ребенку не страшно будет идти в школу. Перед началом учебного года родителям стоило позаботиться и о режиме дня своего школьника. Ведь во время каникул многие мамы и папы отменяют строгие рамки того, когда нужно ложиться спать, смотреть телевизор, обедать и ужинать. И, как считают психологи, совершенно зря. Режим кому нужен? Режим нужен родителям. Если я в отпуске, значит, все спим до 12, а ложимся спать в час. Почему? Потому что мне так удобно. Если я на работе, значит, все ложимся в 9 вечера, встаем в 7 утра, все собираемся и уходим на работу. Ребенок должен подстраиваться под ваши режимы. Но вы должны на протяжении всего времени держать режим 1. Вам не надо будет бороться, вам не надо будет ломать ребенка. Вы можете избежать кучу всяких истерик от того, во сколько надо ложиться спать. Кучу объяснений, а почему все-таки вчера мы ложились в 11, а сегодня я ложусь в 9, а потому что завтра 1 сентября. Тебя, тебе надо в 9 часов лечь, то есть сегодня надо в 9 встать, чтобы ты завтра все встал, нарядился, я тебя причесала, умыла, и мы пошли с тобой в школу. Не надо этого делать. Просто всегда придерживайтесь режима. Единственное, что вы можете отклониться от режима, когда у вас какой-то праздник, мероприятие. А так вы как держали режим такой одежды. В 7 встали, в 9 легли. В 8 встали, в 10 легли. Опять же, если у вас в течение всего года было заведено такое время, когда вы просто садитесь и что-то пишете, что-то рисуете, что-то читаете, то вы и в летнее время должны делать то же самое. Но можете делать это не через день, ой, не каждый день, а через день. Но процесс должен оставаться один. Или вам заново начинать все это делать, или вам просто придется чуть-чуть подтянуть, и все, и у вас дальше пошло по накатанной. В общем, подводя итог, родителям стоит запомнить несколько важных правил. Чтобы помочь ребенку настроиться на учебу и хорошо учиться на протяжении всего года, ребенку нужно обязательно хвалить за успехи. Желательно проверять уроки, иначе в конце четверти вас может ожидать неприятный сюрприз. Обязательно уделять внимание и проводить время со своим ребенком. Не стоит школьника ругать за плохие отметки, читать нотации и уж тем более сравнивать с другими детьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова